Совет Федерации дошел до положения ВИС Совет Федерации дошел до положения ВИС Электронные разрешения на въезд в Россию могут сделать платными 3. Газета «Коммерсант» номер 22 от 7 февраля 2019 года, СТР 1. Расширение практики применения электронных ВИС В поддержку которого в среду высказался президент Владимир Путин Может потребовать введения за них консульского сбора Это рекомендация Совета Федерации, СФ, где считают, что существующий сейчас бесплатный механизм выдачи таких разрешений на въезд в Россию создает серьезные сложности для контролирующих органов Сенаторы ссылаются на статистику, около четверти выданных в 2018 году электронных ВИС оказались невостребованными, многие из них содержали ложную информацию о заявителях Комитет Совета Федерации по международным делам подготовил для МИД РФ предложение по введению консульского сбора за оформление электронных ВИС для интуристов Об этом говорится в тексте рекомендаций, которые этот комитет утвердил в конце января, копия есть утвердый знак Сенатор Игорь Фомин, курирует туризм ВСФ, оговоривается, что введение консульского сбора целесообразно лишь в случае дальнейшего расширения практики применения электронных ВИС Предложение о ее развитии также содержится в тексте составленных рекомендаций В МИДе не смогли оперативно ответить на запрос твердый знак Расширение практики применения электронных ВИС лоббируется туристическим сообществом не первый год Но в последнее время этот вопрос получил серьезную поддержку на федеральном уровне В среду президент Владимир Путин, выступая на форуме Деловой России, заявил, что необходимо снимать всякие формальности В том числе и визового характера, поддержав идею широкого использования электронных ВИС Иностранцам разрешено по электронным ВИСам, их оформление сейчас бесплатно Въезжать только в регионы Дальнего Востока, и они не должны покидать их Такое разрешение на въезд могут получить граждане 18 государств, включая соседние страны Китай, Южная Корея, Япония, а также Турции, ОАЭ, Омана, Алжира, Бахрейна, Брунея Индии, Ирана, Саудовской Аравии По расчетам Софеда, 75% воспользовавшихся электронными визами туристов граждане Китая, 20% Японии С 1 июля 2019 года туристы смогут въезжать по электронным визам в Калининградскую область При этом сенаторы рекомендуют расширить перечень стран, откуда туристы могут въезжать в РФ по электронным визам, и отменить ограничения, предписывающие иностранцам находиться лишь в границах того региона, откуда был осуществлен въезд Сенаторы объясняют необходимость введения консульского сбора высокой долей невостребованных электронных виз В рекомендации Софеда для МИДа отмечается, что с 7 августа 2017 года по 3 декабря 2018 года было выдано 56,02 тысячи электронных виз, по которым на Дальний Восток съездили 40,9 тысячи иностранцев То есть 27% выданных разрешений не были использованы При этом туристы часто приводят ложные сведения и фотографии Это приводит к накоплению в автоматизированных системах учета МИДа, МВД и ФСБ недостоверной информации и затрудняет работу, говорится в материалах Софеду Как изменится правило получения российской визы для иностранцев и Игорь Фомин говорит, что нет необходимости разрабатывать отдельные тарифы для электронных виз Размер сбора установлен межправительственными соглашениями при оформлении обычных въездных виз в Россию Так, для граждан КНР стоимость обычной визы варьируется от 345 до 1,52 тысяч юаней 3,3614,77 тысячи рубль, в зависимости от типа и срока оформления Введение сбора решит проблему невостребованности электронных виз лишь частично, считает директор визовой миграционной службы Континент-Экспресс Алла Гордиенко Эффективной мерой было бы требование предоставлять выкупленные билеты, оплаченные брони в отелях либо другие документы, подтверждающие намерение посетить Россию, объясняет она Инициативу более широкого использования электронных виз однозначно поддерживает именно экономики, которая с сентября 2018 года курирует туристическую отрасль Будем продавливать историю с электронными визами, с упрощением процедур, заявил 6 февраля министр экономики Максим Орешкин По оценкам Минэкономики, упрощение визового режима может увеличить на 20-30% поступления в бюджет от турбизнеса, которые сейчас составляют около 10 миллиардов долларов в год Эти показатели могут быть достигнуты за счет серьезного роста турпотока, который, по расчетам Ассоциации туроператоров России, увеличивается на 20-30% за счет существенного послабления визового режима Это хорошо видно на примере Южной Кореи, для граждан которой РФ отменила в 2014 году туристические визы, что привело к росту турпотока оттуда более чем на 40% Александра Мерцалова Субтитры создавал DimaTorzok